всем привет дорогие друзья как вы думаете где мы находимся а мы находимся в анталии и приехали в потрясающе красивое место ну по картинкам сейчас увидим вживую называется это место инжир алты пляжи пляж который находится на скале точнее есть специальные настилы где стоят шезлонги и пляж находится на именно там вот так вот выглядит вход на пляж это муниципальный пляж и ему также присвоен синий голубой флаг называется мурат паша бели 10 инжир алты пляжи и пляж как я уже сказала находится прямо на скале можно спуститься на лифте а можно спуститься под лесенке и вот такие вот здесь милые котики спят в общем друзья посмотрите какая красота просто потрясающе я совершенно случайно обнаружила этот пляж на карте google и очень-очень мне хотелось сюда приехать именно на закате искупаться в этом потрясающем месте просто невероятно спускаемся вместе с вами вот такая вот здесь лестница и как я уже сказала также есть лифт кому сложно спускаться или можно подняться обратно на лифте очень прям я люблю такие места как я вам уже говорила мы в этом году исследуем все самые красивые тайные места в общем мы спустились на первую платформу здесь их несколько из самой низкой можно также попасть на попасть уже в море вот такая вот здесь красота вот видите здесь несколько платформ и можно спуститься на самую нижнюю платформу и с нее уже вплыть в море вот здесь вот спуск в море а вот здесь вот еще одна платформа с которой также открывается очень красивый вид в общем вот так вот народ здесь купается очень 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 красиво смотрите какие горы ну просто потрясающей красоты сейчас я тоже туда вниз отправлюсь вон видите люди выплывают и плыву дальше сторону моря и а а и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В 9 вечера, друзья, это прекрасное место закрывается сейчас на улице, точнее в 19.30. Сейчас на улице 31 градус и наверх мы поедем на лифте. Айхан пускай едет на лифте, а я дойду пешком. Вот здесь вот лифт, а я иду пешком. Вот такой вот прекрасный закат над морем. Это место нам очень понравилось, всем советуем. Вот такой вот вид открывается сверху. Ой, какая красота! Всё, друзья, этот пляж станет одним из моих самых любимых. А мы идём дальше. Дальше. Кстати, этот пляж называется Инжир Алты. Почему? Потому что он находится прямо под Инжиром. Вот деревья Инжира. И видите, пляж Инжир Алты в Анталии. Потрясающе! Солнце практически зашло. Народа уже совсем нет. Кстати, пляж открывается, по-моему, в 8 утра. И до 6 вечера мест здесь нет вообще. Поэтому нужно приходить вечером, как мы приходим. И вот опять, видите, Инжир. Идём дальше. Здесь уже вход на пляж и выход с него же. Мы обязательно придём сюда ещё раз. Красота! Пляж работает с 6.30 до 8 вечера. И его начинают убирать в 7 часов. В общем, вот такой вход. Деньги с нас тоже не взяли. Сколько стоит, не знаю. Очень здесь классная обустроенная территория. И есть наверху туалеты. А внизу есть кабинки для переодевания. И здесь вот такой вот потрясающий парк. Друзья, как вы думаете, где мы находимся? А мы находимся в музее, который называется «Анталия Санат Культюрвия Санат». Это потрясающий музей, который также функционирует при поддержке торгово-промышленной палаты. И только что мы были на потрясающей выставке, которая называется «Древняя Анталия в настоящее время». Просто супер-суперинтересно. В общем, всем советую. А почему здесь так шумно? Потому что здесь вот такая вот очень оживленная улица. И этот музей находится прям совсем недалеко от улицы Шарамполь. И называется «Анталия Культюр Санат». «Анталия Культюр и Артс». И далее, чуть дальше, находится всеми знакомая пешеходная улица Шарамполь. А выставка была просто потрясающая. Посмотрите, какие я сняла кадры и фотографии. Эта выставка, как вы поняли, о правах города, о городе и о том, как люди не заботятся о городе. Мы уже спустились на набережную в Анталии через старый город. И в продолжении выставки также главная мысль была такая, что сколько бы люди не сражались в войнах, самая главная война, в которой они никогда не смогут победить, это война с природой. Кто-то писал совершенно недавно в фейсбуке о том, что в Анталии-Алане нет чаек. Вот, посмотрите, здесь даже есть такая телефонная будка. А на набережной у нас заходит солнце. И, кстати, можно подняться вот по этой лестнице очень быстро попасть в старый город. Или на лифте, который, возможно, работает. Прогуляемся немножко с вами по набережной. Здесь открытые рестораны, много магазинчиков. Есть продажа билетов, даже не знаю, куда это продажа билетов на туры. И очень много продавцов мидий и лимонов. Вот таких вот вкусных. Здравствуйте. И большое количество прогулочных яхт. И, кстати, отсюда, не знаю, сейчас действует или нет, есть водный автобус в Кемер. Кто в этом году ездил, пишите. До пандемии. А вот он, лифт, который, возможно, работает наверху. Есть смотровая площадка, откуда открывается просто потрясающий вид на набережную старый город. Мы решили не ехать на лифте и не ждать лифта, а все-таки подняться наверх по лестнице. Вот такая вот старая-старая лестница здесь. Она не длинная, поэтому пройти ее можно всего за пару минут. Вот такая вот здесь красота. Маленькие ресторанчики и много-много старинных домов, в которых расположены отели, рестораны, бары и многочисленные магазинчики. Вот такие вот здесь многочисленные магазинчики, туристические агентства. Очень-очень все так аутентично, красиво. И это, кстати, самая короткая дорога от башни до непосредственно набережной. Идти буквально минут пять. И вот она, башня с часами. Как я уже сказала, очень-очень близко от нее по этой дороге до набережной. Пройти мимо вот этой вот мечети от башни прям по прямой. И повернуть вот туда вот вниз. И также, видите, здесь написано будет «Марина», «Базар». В общем, очень быстро. Мы дошли до самого конца улицы Шарамполь. Здесь очень много кафе. Сейчас мы тоже что-нибудь перекусим. Дорогие друзья, вот так вот быстро мы перенеслись в следующий день. А точнее, во вторник. И как вы думаете, куда мы направляемся? Сейчас мы едем из Анталии в Аланию. Очень много работы. Сегодня также очень много разных встреч. И я надеюсь, что вот эти вот разнообразные видео из разных районов Турции вам нравятся. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. А особенно надеюсь, что вам нравится открывать вместе с нами различные интересные места. Как в этом видео мы побывали на пляже Инжиралты и сходили на выставку. Выставки современного искусства, вообще искусство я просто обожаю. Это не просто хобби, но и сфера также моей профессиональной деятельности. Поэтому, когда приезжаете в Турцию, если вы живете в Турции, в Алании, в Анталии, а тем более в больших других городах, обязательно посещайте различные выставки, мероприятия. Их очень много. Поэтому жить здесь совершенно не скучно. Август месяц на дворе, конец августа. Погода стоит знойная, жаркая. И в следующем видео я покажу вам Аланию. Сходим на различные пляжи, прогуляемся по городу. В общем, так же будет очень-очень интересно. Поэтому, как я уже сказала, обязательно подписывайтесь на наш канал. Для нас это очень важно. Многие из вас смотрят без подписки и без колокольчика. Но, если вам не сложно, подпишитесь. И я надеюсь, что ваше лето тоже удалось, что оно было классным, теплым, вкусным, интересным. Если вы побывали в Турции, обязательно пишите ваши комментарии. Если вы еще планируете приехать, пишите, куда. Ну, а я с вами прощаюсь. Желаю вам всего хорошего. А мы едем в Аланию. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок